Высокие технологии. Хай-Тек. Работу освещали 4000 журналистов. В общей сложности на мероприятии побывали 75 тысяч человек. Конгресс в Барселоне – едва ли не лучшая площадка, чтобы представить новинки. Разумеется, такую возможность не упустила Нокия. Нокия отказалась от прежнего интерфейса. Сегодня телекоммуникационный гигант предпочел платформу Android, которая установлена на новой модели – Nokia X. Это во многом ощущение и желание молодых потребителей. Именно молодые – основной сегмент пользователей смартфонами сегодня. Они хотят гаджет, которым было бы легко пользоваться и за который не надо было бы платить крупные суммы. Мы видим, что интерфейс напоминает тот, что Windows. С чем это связано? Мы полагаем, что это удобный для пользователей интерфейс, к которому многие привыкли, тем более, что ряд основных элементов совпадает, так что не нужно будет приспосабливаться специально и менять привычки. Nokia X для тех покупателей, что предполагают потратить на новый мобильный телефон не более 100 евро. От варианта бюджетного к вершине ценовой линейки – новый Samsung Galaxy. На представление модели S5 пришли все, кто смог получить приглашение. Смартфон водонепроницаем, оснащен фотоаппаратом, который делает снимки превосходного качества. Кроме того, телефон может измерить частоту сердечных сокращений. Цена игрушки – 700 евро. Основатель Facebook Марк Цукерберг был одним из гостей форума. Он специально приехал для того, чтобы представить стартап, который развивается в рамках Facebook. Когда мы узнали, что у нас миллиард пользователей, это стало серьезным этапом, промежуточной остановкой на маршруте, чтобы подвести предварительные итоги «мы сделали это», так можно эти итоги сформулировать. LG показывает новый гаджет LG G Flex – смартфон, который имеет необычную форму. За оригинальность придется заплатить на 100 евро больше, чем Samsung, а именно 800 евро, когда смартфон появится в продаже. Форма эргономична. Смартфон удобно держать у щеки, потому что он повторяет овал лица. У дисплея имеется функция, которая дает возможность панорамного просмотра мультимедийного контента. И новый планшет, работающий на андроиде. Дисплей высокой четкости. Весит гаджет всего 240 граммов. Будет продаваться по привлекательной цене 400 евро. Планшет разработан китайской корпорацией Huawei.